Почему я об этом говорю с уверенностью? Потому что точно так же, буквально пару месяцев назад, я был на нашей конференции, где у нас выступали представители Huawei, которые торжественно и радостно со своими улыбающимися китайскими лицами рассказывали, что 2030 году они полностью развернут 6G. Как вы понимаете, 5G еще разворачивается. Так медленно, устало, так сказать, оглядываясь по сторонам. Значит, будет уже 6G. Это в 50 раз быстрее, чем 5G. 5G позволяет уже сделать автопилоты, движения автомобилей, совершенно все это прочитано. 6G сделают конструкцию, при которой у вас одновременно за счет интернета вещей все машины будут общаться с друг с другом, со светофорами, с прохожими, у которых будет маленький датчик здесь. И вперед с песней. Весь мир будет абсолютно с друг с другом связан в реальном времени. Поэтому, когда я говорю про виртуализацию, это вы будете одевать просто очки, может быть, будут обычные очки с небольшим дополнительным, дополненной реальностью. И я буду приходить к вам в дом, в ваши офисы. Но не я, а аватар мой, который с помощью GPT-3 будет отвечать на любые ваши вопросы и в контексте вместе с LIMDA, понимаете, давать вам полную необходимую обратную связь. Это радикально другой мир. О нем можно рассказывать. У меня есть книжка «Четвертая мировая война». Но ее надо уже дописывать и переписывать. Значит, ну, требования к образованию будущего. И мне тут просто говорили, что надо говорить как-то про будущее образование. Поэтому, я не знаю, вы запрашивали или нет, но терпите. Значит, сосредотачиваемся на навыках, а не на знаниях. То есть, прежде всего, не что, а как и почему. Значит, практическая реализация знаний. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился, он все время это должен непосредственно делать. В рамках разных проектов и так далее. Значит, нужно понимать, что критическое мышление сейчас будет проблемной самой точкой, и его нужно формировать. И, конечно, социализация. И понимаете, что эти дети никуда ни с кем не хотят работать. Уже сейчас 72% старшеклассников не хотят работать на дядю. Дяди, тети, имейте в виду. Они не планируют. И это серьезно. Есть другой вариант. Он мне очень нравится. Я сам бурят на четверть, поэтому, видимо, что-то мне в этой китайской доктрине нравится неизбежно. Но вряд ли это у нас поможет. Они используют искусственный интеллект. Интегрируют в рамках образования, в рамках жесткого дисциплинарного общества. Кроме социального рейтинга, который является заменой того самого дисциплинарного общества, потому что тебя постоянно контролируют и при тебя постоянно обратную связь собирают. И определяют твой социальный рейтинг. С детьми они делают то же самое. На детских садах они экономят. Детский сад в Китае. Вы приходите, там каша-малаша, биомасса. Надо же нарасти. Вот он нарастет, подвигается. Это так правильно. Называется обогащенная среда. А когда мозг дойдет до способности хоть что-то соображать, его посадят сразу в военизированные условия. Искусственный интеллект отслеживает, что ребенок делает, спит, пишет, читает, отвечает, средотачивается, расслабляется, дает обратную связь. И так далее. Плюс они сейчас протестировали школьную форму с чипами, которые позволяют, ну не теми, про которые все мечтают, чтобы всех счипировали. Но просто где ребенок находится, в каком состоянии он находится, оплатил ли он свой обед в столовой. Очень такая эффективность. Это вот другой способ. И это то, чего мы должны понимать. Когда наши 72% детей не собираются работать на дядю в целом, это значит, что они не собираются работать. То здесь ситуация совершенно другая, с выраженной конкурентной средой и с большим социальным давлением и воспитанием. Значит, будущее образование неизбежно. Это пожизненное образование. Мы все время будем учиться. Значит, это переход от знаний к навыкам. То есть это такой очень практический подход. Значит, будет необходимость создавать все это в этой виртуальной дополненной реальности. То есть это должны быть… Вот мы сейчас делаем, например, у меня в Сберии есть несколько проектов. Мы делаем прямо… Человек одевает очки и разговаривает с клиентом. Клиент живой. Но он находится в том месте, в котором находится сотрудник. То есть не в какой-то, а дополняется и сидит на стуле перед вами. И орет на вас, и вы с ним разговариваете. Вот. Да. Значит, надо понимать, что образование теперь все будет больше включено непосредственно в ткань производственного процесса. То есть вы не будете брать откуда-то готовых специалистов. Вы будете интегрировать это в рамках вашего производственного процесса. Модульность обучения приводит к тому, что у нас вот академическое знание, на которое мы все время рассчитываем, а это наличие системной эрудиции с пониманием разных как бы соотношений весов, различных смыслов, будет утрачено. Значит, у нас будет увеличиваться количество преподавателей, потому что преподавателями будут делаться те люди, которые освоили какой-то навык, и они у вас сразу должны становиться преподавателем. Значит, и нужно понимать, что в целом вот эта глобализация, сейчас вот это все становится все больше и больше монструозными, да, в хорошем, в плохом смысле сказать сложно, но вот экосистемы растут, вот. И, понятно, экономический вывод можно больше вложить в создание продукта, а создавать его дорого, образовательный продукт. Если он будет такой сложный, как я про него говорю, тем более будет дорого. Но это совершенно неизбежно, и за счет просто большого тиража мы сможем, собственно говоря, работать.